Приветствую вас, я думаю, это только моя гипотеза, я думаю, что вы в целом довольно часто бывают благодарны людям за то их внимание, которое они вам оказывают, за то их время, которое они, по вашему мнению, на вас тратят. И я думаю, что этот момент, он у вас периодически возникает из-за внутренней неуверенности в себе, из-за сомнений, вероятно, в своей ценности, из-за сомнений, вероятно, в том, что вы важны, что вы нужны. Это число благодарности есть. И из-за этого некоторые действия больше, чем они есть на самом деле, в большей степени, чем это есть на самом деле, вами воспринимаются как услуга. А за услугу обязательно нужно благодарить. Здесь может быть связана, здесь может быть еще такая история, особенно с учетом того, что вы написали про неловкость и стыд. Что вы продолжает, что она вас унижает. То есть вы чувствуете себя унижены, когда для вас что-то делают. И, соответственно, отсюда прямо вытекает тот факт, что вы не чувствуете себя, равное с другими людьми. И вам, вот, вот, ну, как бы нужно, с одной стороны, рассмотреть этот момент, да, когда вас знакомились с парнем, или когда благодарили за подарок, вот, что это было за чувство, потому что именно его вы выразили в спасибо, именно его вы высказали, именно о нем вы говорили. И именно про это не про что-то другое. Поэтому смотреть нужно в эти две стороны. С одной стороны, это некоторое равенство, с другой стороны, это некоторое, некоторое большее может быть вовлеченность в, ну, в ваши чувства, в ваши переживания, в ваши эмоции, в вашу эмоциональность, в вашу чувственность, вот, чтобы лучше вы могли лучше понимать себя и давать лучше обратную связь с другим людям в том числе. Вот. Ну, лишь, эээ, лишь вскользь я бы хотел упомянуть реализацию, как одну из возможных, вероятных причин того, почему бы считать себя хуже других. Ну, не только на самом деле в этом. То есть, эээ, момент здесь даже не в реализации, как таковой. Момент здесь в том, что вы себя сдерживаете. Ну, то есть, сдерживаете в развитии, в реализации, в этой самой, вы себя сдерживаете. Эээ, я не буду сейчас копать особо глубоко, почему бы себя сдерживать. Вот. Вам просто желательно зафиксировать этот момент для себя, что, эээ, ну, ну, что вы себя, что вы себя сдерживаете, сдерживаете. Вот. Вам нужно это зафиксировать. Эээ, просто зафиксировать. Просто зафиксировать его. Эээ, и всё. Эээ, как бы, другой момент, да, там, уже, ээээ, какие-то мотивы, да, но это уже немножко другое. Это уже, эээ, предмет для более, так сказать, ээээ, более активной беседы, а не одностороннего ответа. Эээ, постарайтесь понять ещё и такой аспект, что, эээ, знание причин вам ничего не даст. То есть, вам ничего не даст знание, знание причин о том, что, ну, знание причин, причин, эээ, того, что вы сказали. Ну, вы знаете, что, вот вы, например, узнали, что вы это сказали из-за благодарности, из-за благодарности, к примеру, к примеру. И, ну, и что дальше? То есть, вам нужно решить, что делать с этой благодарностью. В таком случае. Но ведь дело даже не благодарности, а в том, из чего она вытекает. Понимаете? Эээ, вот если приводить какой-нибудь пример, то, эээ, допустим, вам делают услугу. Я делаю вам услугу. Ээээ, и вы эту услугу воспринимаете как услугу. Ну, но есть два разреза. Первый разрез – это услуга, эээ, как бы, как таковая. А второй разрез – это то, как вы к ней относитесь. То есть, на первом разрезе вы знаете, что за услугу нужно благодарить, за услугу нужно отвечать услугой и так далее. Хорошо, хорошо. Но есть ещё другой момент. Это такой, что вы сами к этой услуге можете относиться негативно. Вы сами можете чувствовать, что факт этой услуги вас унижает, принижает, пугает, обесценивает, злит, там, и что угодно. Да? И вот этот момент, на мой взгляд, вы пытаетесь сдерживать себя. Вы пытаетесь это сделать. Я не могу, там, особо сказать, что у вас получается. Хорошо. Но вы пытаетесь, вы пытаетесь, ээээ, вы пытаетесь сдерживать. Это правильно. Другое дело, что, повторюсь, это немножко не работает. Немножко. То есть, ну, уважай. Ну вот так, как Вам бы хотелось. То есть, образом говоря, вы себя обмануете. когда пытаетесь действовать и пытаетесь поступать не так, как вам хочется, а вот там так, как нужно, например. Вот. Такая вот история здесь. Ну, с такой момент, с такой момент. На этом все. В принципе, я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вы для себя сделаете выводы. Какие-то выводы, надеюсь, для себя сделаете. Вот. И, соответственно, уже решите тогда, как вам дальше двигаться, в каком направлении. В принципе, тут могут быть моменты, моменты совершенно разные. Разные могут быть моменты, разные могут быть нюансы, разные могут быть детали. Вот. На которые вы могли бы и хотели бы обратить свое внимание. Но пока не очень понятно, да, вот хотите ли вы это делать. Вот. Я просто, я только надеюсь, что ситуацию вы не оставите вот в таком виде, да, в каком она сейчас находится. И все-таки, 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 решите как-то с ней разобраться. Да, если психологи, ага, значит, смогут вам помочь, да, если психологи могут вам помочь. То. Мы с большим, с большей радостью это сделаем. Вот. Я, я так бы вам сказал. Вот. Ага, все, все, что пока можно дать качество ответа на ваш вопрос. Спасибо вам, с днем. До доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok